МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта. В эфире телеканала Беларусь-3, передача старта и финиши. В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судьба бронзовых наград чемпионата Беларуси по мини-футболу решена. В золотой серии сохраняется интрига. Республиканский турнир по спортивной акробатике и прыжкам на дорожке памяти Александра Гинзбурга прошел в Гомеле. Проверка кадрового резерва. Состоялись чемпионаты первенства Гомельской области по гребле на байдарках и конвое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельские команды укрепили свое лидерство в чемпионате Беларуси по футболу в первой лиге. В седьмом туре первенства футбольный клуб Гомель в гостях выиграл Услонима 2-0. С таким же счетом Гомель жил Дартранс, дома переиграл Ашмяны. Напомню, наши команды сейчас занимают первую и вторую строчки турнирной таблицы соответственно. Кроме того, в седьмом туре одержал победу и Светлогорский Химик, в гостях обыграв минскую звезду БГУ 3-2. Но больше интереса сейчас вызывает все же финал чемпионата страны по мини-футболу. В серии за золото сохраняется интрига. Действующий чемпион страны Лид Сельмаш одержал вторую победу над Минским Мопидом. В случае третьей Виктории Лидчане защитят свой титул. Все может случиться уже в четверг в Лиде. А в бронзовой серии до двух побед, которую вели гомельские ВРЗ из столицы, все уже решено. Решилось все в понедельник в спорткомплексе «Локомотив». После выездного поражения в Минске со счетом 2-4 у гомельчан уже не было фуры. Поражение в Гомеле автоматически означало проигрыш в Сирии. Столица, разумеется, тоже не собиралась упускать медали. А потому поединок прошел напряженно на встречных курсах в обоюдоострых атаках. И уже на второй минуте встречи ВРЗ подарил надежду болельщикам, поведя в счете. И сколько ни старались столичные футболисты отыграться, первый тайм с минимальным перевесом, но так и остался за хозяевами площадки. Команда обученная, команда очень дисциплинированная, с хорошими исполнителями. Я в начале сезона посмотрел несколько матчей этой команды, и я был уверен, что команда не просто попадет в плей-офф, я был уверен на 100%, что команда будет биться за медали. Так и получилось. На второй тайм гости вышли с явным рвением переломить игру. И уже на третьей минуте тайма они восстановили паритет. Текуришвили безупречно пробил со штрафного, сквозь всю защиту, послав мяч аккурат под перекладину. А спустя еще три минуты капитан зелено-черных Черник вывел свою команду вперед дальним низовым ударом. Снаряд каким-то чудом прорвался сквозь частокол ног в штрафной и даже был задержан вратарем. Но все же непослушным колобком выскочил из рук Дегтяренко и закатился в сетку. 1-2. Успех раззадорил столичников. Осада хозяйских ворот не прекращалась. Впрочем, и гомельчане старались использовать любую возможность впереди. Но безуспешно. А вскоре пришло и третье огорчение. Снова через каких-то три минуты. Топеера удачно открылся под своего бразильского коллегу и выиграл дуэль с голкипером. Гомельчане прилично разозлились. Фокус игры сместился на половину поля гостей. И на 33-й минуте очередной набег на их ворота увенчался успехом. Матвеенко, наконец, поразил цель. 2-3. Далее игра равными составами должного эффекта не давала. И минуты за четыре до конца произошло ожидаемое. Анатолий Яновский заменил вратаря пятым полевым игроком. Финальный отрезок выдался мучительным. Как для команд, так и для болельщиков. ВРЗ устроил оппонентам расстрел, но перевести игру в овертайм так и не удалось. Столица выстояла и во второй год подряд стала бронзовым призером чемпионата Белоруссии. Мы знали силу соперника ВРЗ. Поэтому очень тщательно мы готовились к этой команде. Знали, что команда с таким почерком своим, со своим рисунком. Ну, если результат положительный, значит, тактику, которую мы выбрали на эту серию, значит, она правильная и принесла нам результат. Игра всегда строится на ошибках противника, кто реализует. Поэтому в Минске как бы больше реализовала свои моменты столица. Здесь, считаю, уступили в Гомеле при равной игре абсолютно. Создали моментов, ну, как минимум не меньше, а может и больше. Единственное, реализуют, надо забивать. Из этого всего по чуть-чуть и складывается результат. Но, тем не менее, я считаю, мы в этом сезоне достойно представили вагоностроительный завод Гомельский в этом чемпионате. Тут уж не поспоришь. Команда, всего второй год играющая в высшей лиге, навязала серьезную борьбу лидерам белорусского мини-футбола. И даже чуть было не зацепилась за медали. Верится, что титулы для ВРЗ всего лишь вопрос времени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельске воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов и тренеров. В память об этом человеке в Гомельске есть дюшор номер 4 и проводится этот турнир. Хоть спортивная акробатика и прыжки на дорожке не олимпийские виды, они, тем не менее, не уступают другим дисциплинам в зрелищности и популярности. В этот раз свое мастерство на акробатической дорожке демонстрировали 55 ребят. География участников оказалась не слишком широкой. Гости приехали только из Могилева. Участвовали спортсмены 1998 года рождения и младшие по программе от 2-го юношеского разряда до мастеров спорта. Для многих из ребят эти старты – своего рода отчет о проделанной работе за год. Эти соревнования итоговые, как бы являются итоговыми соревнованиями, показали, что год дети отработали хорошо, гораздо повысили свой уровень мастерства, повысили разряды, повысили сложность прыжков. То есть я доволен, например, тем, что сегодня показали. Ну, практически все. Конечно, подросли. Дети с каждым годом прибавляют мастерство. Те дети, которые в прошлом году еще выступали по юношеским разрядам, уже в этом году выступают по взрослым разрядам и уже показывают результат. У них уже и хореография подтягивается, и уже просматриваются из них спортсмены. Когда они маленькие, они еще совсем такие. Ну, непонятно еще что. Ну, как говорится, слепить из теста, да. Вот мы лепим этих деток постепенно. Куда более представительными, как по количеству участников, так и по географии, были в этом году соревнования по спортивной парногрупповой акробатике. Здесь на ковре выступили более 180 спортсменов из Минска, Могилева, Барановича и Бреста, и, конечно, Гомеля. Были представлены все виды – мужские, женские и смешанные пары, женские тройки и мужские четверки. Участники традиционно поделены на две возрастные группы. Для младших детей, которые в спорте еще только по одному-два года, подобные турниры – важная и одна из первых серьезных проб сил. Перед спортсменами поопытнее, естественно, стоят иные задачи. Для каких-то детей это как один из этапов подготовки уже к более серьезным соревнованиям, таким как Республика Беларусь, чемпионат первенства, спортакиада среди детских спортивных школ. Ну, на более крупные соревнования мы стараемся вывозить детей в ближнее зарубежье, чтобы они пробовали свои силы там, потому что там более высокий уровень спортсменов представляется. Ну и об итогах соревнований. В прыжках на акробатической дорожке единолично лидировали гомельчане. В старшей возрастной группе победителями стали Антон Назаренко и Елизавета Куколева, в младшей – Леонид Чумак и Ксения Петренко. У акробатов в младшей возрастной группе в парных упражнениях победили Анастасия Третьякова и Татьяна Ященко, а также Кирилл Савченко и Арина Пономаренко из Гомеля и мазыряне Юрий Точицкий и Иван Зинченко. В женских групповых также лидировали мозырские воспитанницы Татьяна Руденко, Елизавета и Анна Воскресенские. А в мужских групповых упражнениях лучшими стали гомельчане Артем Колесников, Владимир Дрык, Максим Карамышев и Егор Марцкевич. В парных упражнениях в старшей группе первое место у Валерии Черковой и Екатерины Евсеенко из Гомеля, а также у Захара и Максима Дулуб из Мозыря. В женских групповых здесь выиграла гомельская тройка Александра Ворожун, Дарья Иванютенко и Ольга Язотченко. Теперь у большинства из этих ребят летние каникулы. Возможно, лишь более сильные спортсмены выступят на турнирных соревнованиях в европейских странах. А осенью предстоят этап Кубка Мира и чемпионат Европы. Далее огреблено байдарках и каное. Вернувшись из Дуйсбурга с этапа Кубка Мира, основная взрослая сборная Беларуси продолжает тренировочные сборы. Мужская команда базируется в Бресте, а женская облюбовала гомельскую акваторию. Тем временем не сидят без дела и подрастающие гребцы. В разгар сезона ребята соревнуются едва ли не каждую неделю. Вот на днях в Гомеле прошли чемпионаты первенства Гомельской области по гребле на байдарках и каное. Об этом следующий сюжет. В рамках чемпионата на водах Гомельского гребного канала состязались юноши и девушки от 16 лет и старше. В первенстве участвовали юниоры 2001-2002 годов. Всего собралось 160 человек, представивших 7 сборных команд. В программе состязаний заезды байдарок и конвои одиночек и двоек на 200-500 и 1000 метров. Областные старты традиционно предваряли соревнования более высокого уровня. 18 до 21 июня состоится спартакиада республиканская школьников. Вот поэтому этот возраст мы хотим просмотреть здесь, отобрать команду для участия в учебно-тренировочном сборе и подготовки к этим соревнованиям. Поэтому вот такой возраст младший. Чемпионат Беларуси состоится 8-11 июня, поэтому также здесь хотим просмотреть команду, которая будет представлять нашу область на чемпионате Республики Беларусь. Стоит отметить, тренерский штаб национальной команды доволен подрастающим резервом и оценивает перспективы нынешней молодежи довольно оптимистично. Еще бы! Многие из этих ребят уже почувствовали вкус победы и вес медалей на турнирах самого высокого уровня, таких как чемпионаты Европы и мира. И пусть пока только юниорских и молодежных, но все же. Кстати, не за горами очередная проверка боем. Ну, на них, да, какая-то возлагается надежда, потому что очень ответственный старт в этом году будет у нас в Минске. Чемпионат мира пройдет среди юниоров и молодежи до 23 лет. 28-31 июля. До этого будет чемпионат Европы. Он пройдет в июле, в начале июля месяца в Болгарии, в городе Пловде. Поэтому вот сейчас планируется также на чемпионате Республики Беларусь просмотреть именно вот возраст молодежный, который до 23 лет спортсмены. У юниоров будет свой чемпионат, вернее, перенство будет сразу проходить после чемпионата Республики Беларусь. 14-18 июня в городе Минске на грибном канале Заслав, где будет, скажем, просмотр и отбор команды юниорской до 18 лет спортсмена, которые и будут представлять нашу республику на чемпионате Европы. Действительно, можно констатировать, что нашим прославленным действующим олимпийцам подрастает достойная смена. Например, 19-летний Максим Зайцев, мастер спорта международного класса. На его счету уже есть серебро юниорских чемпионатов Европы и мира. Вот и на областных соревнованиях он снова подтвердил свой класс, даже несмотря на неудобный для него ветер. У каждого есть свой ветер. Кому-то легче так, кому-то легче так. Мне легче, когда без ветра или против ветра легкого. С Георгием Аникиным тоже, с мастером спорта международного класса, прошли двойку, тысячу метров и пятьсот метров, стали чемпионами. Кроме этих двух золотых медалей Зайцева и Аникина в активе гомельчан по итогам чемпионата области также первое место Игоря Гинтовта в конуе-одиночке на двухстах метрах. Стоит также отметить личные успехи мазырян. Так, Владислава Скреганова в байдарке-одиночке выиграла все три дистанции – тысячу пятьсот и двести метров. Ее земляк Сергей Телешов также в байдарке-одиночке победил на тысячи метров. Еще один мозорский гребец, канаист Алексей Кришнев, лидировал в одиночке дважды – на километре и пятистах метрах. Ну и нельзя не сказать о рогачевских спортсменах. Они были ударниками в спринте. Антон Пацов и Илья Ткачев выиграли 200 метров в байдарке-двойке, а Антон Симонович в одиночке. В командном же зачете лидировали мазыряне, второе место у Рогачева замкнули тройку хозяева соревнований – гомельчане. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Сергей Нигиревич. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова